Хотя я не уверен на самом деле, что сегодня, Алексей, вот в эту минуту нашу программу смотрят все наши зрители. Да, мы действительно правы, Евгений, потому что на этой неделе нас снова начали глушить. Начали глушить на самом деле в прошлую пятницу. В прошлую пятницу, кто не помнит, кто не знает, я еще раз коротко напомню, что с конца прошлого лета, с конца августа, неизвестные злоумышленники с помощью специальной аппаратуры, на самом деле совсем несложные, создают помехи ретрансляции нашего сигнала на территорию Украины с помощью спутника. А через спутник, а потом кабельные сети, как минимум половина нашей аудитории, а то и больше, смотрит и наши новости, и программу «Черное зеркало», и подробности недели. И причем это глушение начинается именно в тот момент, на первых минутах наших информационных или информационно-политических программах. Это наводит на размышления, и мы обращались во все возможные органы. Мы обращались и в правительство, и в администрацию президента, и в СБУ, и в Совет национальной безопасности, и в УКР «Частотнадзор». И здесь у нас в студии не так давно был Валентин Наливайченко, руководитель СБУ, который подтвердил, что существует уголовное дело, ведется расследование, ну и что называется, а вот и ныне там. И вот сегодня нам уже позвонили, когда шли подробности, вот ваш выпуск, позвонили, сказали, что Харьковский массив в Киеве нас не видит. Увы.